В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день ноября с погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И сегодня этот талантливый педагог воспитывает уже не первое поколение своих выпускников. О выборе профессии и своей сегодняшней работе в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажет педагог и заместитель директора по воспитательной работе гимназии «Села Дружба» Людмила Беджеева. Доброе утро всем. Доброе утро, Людмила Мусаевна. Доброе утро. Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Вот сейчас подходит к концу год педагога и наставника. Первый вопрос, наверное, будет о том, чем был выбор вот этой профессии обусловлен. Моя мама всю жизнь мечтала стать учителем. Ее мечту воплотили мы, ее двое дочерей. Моя старшая сестра тоже учитель и я. Еще толчком на это послужил пример моего первого учителя Балаева Хальмат Маликовны. Видя ее добрые глаза, сияющие, у меня вот заложилась эта мысль еще с раннего детства. И все-таки вот первоучитель имеет огромное влияние, правда, на выбор профессии вообще на дальнейшую жизнь. Что вам нравится больше всего в вашей профессии? Вы знаете, горящие глаза детей, заходишь в класс, видишь, вдохновляешься, у тебя рождаются новые идеи, ты хочешь все больше и больше для них сделать. Вот это, наверное, самая главная мотивация в нашей работе. Мы уже говорили о том, что с 2000 года вы являетесь не просто преподавателем-педагогом, вы являетесь заместителем директора по воспитательной части. Это большой труд. Мы все знаем, что такое залож в школе. Как удается вам совмещать вашу педагогическую деятельность и организационные вопросы? Насколько это сложно? Вы знаете, совершенно не сложно. Вот зашла к детям на урок, полностью погрузилась в эту атмосферу, забыла, что творится за дверью, а после урока уже у тебя родились новые идеи, новые мысли, и ты продолжаешь работать. Что бы вы хотели своим колесикам пожелать? Вы знаете, в год педагога и наставника хочу слова благодарности, слова признательности высказать своему первому учителю, Халимат Маликовне. Придя на работу совершенно юной, 18-летней девушкой, большую помощь оказали мне мои коллеги, мои наставники. Это Татарколов Дагерша Милевич, это Каракетова Светлана Заматовна, Эбзеева Роза Абисуфовна, Баташева Зоя Абдуловна, Каркмазова Хаджет Магомедовна и весь мой педагогический коллектив Светловской средней школы. Далее мой нынешний коллектив во главе с Каркмазовым Рамазаном Борисовичем очень дружный, сплоченный коллектив. Я им желаю в этот год здоровья, терпения, достижения всех целей на работе, в жизни, дома, и чтобы они получили все наивысшую награду, а это наши достижения, наших учеников. Я благодарю вас за участие в нашей программе и успехов вам и терпения в вашей работе. Спасибо. Нелегкой работе. Спасибо большое. Спасибо. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция» в 14.30, «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...